Включил запись. Дайте обратную связь, как мне слышно, пока я тут буду рассказывать, какой я заведенный. О, все, спасибо, 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 Наталья, спасибо. Все, спасибо, друзья. Значит, сегодня не удался в каком-то смысле, если не сказать, что вообще вебинар для вьетнамцев 3-4 часа. Дело в том, что Мирополис тормозил по полной программе, как мог тормозить. Мы и так, и сяк, переводчиков никак не подключить было, и практически вебинар не состоялся. И после этого просто пришлось сделать запись переводчикам, наговорить текст через Skype. Ну, это технические неполадки. И там, кстати, у них был вопрос, что какие есть риски в SkyWord Community, значит, компании. Я как раз там сказал им, что одним из рисков может быть то, что какие-то технические средства не срабатывают, срываются мероприятия, но это такие так называемые, скажем так, сбои в пути. Это не какой-то глобальный риск, это не риск чего-то, а просто процедурные риски. Они везде есть, и об этом мы тоже сегодня еще немножко поговорим. Сегодня вебинар будет, как я уже обещал, в формате более ужатом формате, поэтому постараемся где-то в полчаса уложиться. Теперь вопросы. Начнем с вопросов. От этой традиции не будем находить. Денис, коронавирус не замедлит процесс стройки в шарче. Ну, об этом я говорил, да. Дай бог, чтобы человек просто высказывает свое мнение, дай бог, чтобы все улучшилось и ускорилось. Разработчикам сейчас больше свободного времени на развитие блокчейна во время пандемии карантина. Как думаете вы, они сейчас ускорились над блокчейном? Первый вопрос. И сейчас же все перешли на удаленку. Вы знаете, дело в том, что, отвечая таким образом, насколько я знаю, что есть люди, которые доселе работали на удаленке, значит, Беларусь, Беларусь и те, кто находится в конторе, значит, вы знаете, что Беларусь находится как бы в особых условиях. И это комментировал их президент, уважаемый господин Лукашенко, что если у вас там съехала крыша, то, значит, мы просто будем соблюдать условия. Вот. Ничего сильно закрывать не будем, ибо это сильно может сказаться на экономике. Но, тем не менее, я так думаю, что, по крайней мере, по моим данным, ничто сильно, ничего не повлияло. Вот. Разработчики как работали, так и работают. Просто еще больше сконцентрировались над работой, на мой взгляд, по крайней мере. По крайней мере, я, хотя и не являюсь разработчиком, могу вам сказать так, что когда я тут смотрю свой тайминг за день, то я успеваю больше сделать, но я и сижу больше за столом, потому что нигде не трачу время на какие-то выходы. Торжественно вышел из-за своего карантина, так называемого, как бы, ну, что ли, срочный карантин после прибытия, в воскресенье после прибытия из Вьетнама 14 дней прошли. Вот. А сейчас я, скажем, так называемый самопринужденный карантин. То есть стараюсь меньше общаться, потому что специалисты говорят, что ты можешь сам и не болеть, но заразу носить ты можешь и носить. Поэтому на всякий случай я еще отсижусь, тем более, что есть что делать, и как-то уже и механизм этой деятельности здесь настроился. Вот так я длинно прокомментировал первый вопрос. Второй вопрос. Вопрос такой, знаете, такой вот очень интересный, он не столько вопрос, сколько тема, которую я решил все-таки здесь показать вам. Это первое то, что человек говорит, что вы так красиво преподносите публично, не публичную, не публичную информацию, что нам надо подумать и инвестировать, купить, но по максимуму, но там, скорее всего, по максимуму акций до СТО, а то и 15 этап может и не быть. Но человек меня спровоцировал, значит, еще раз прокомментировать это. Вы знаете, дело в том, что я действительно, как бы, ну вот я сел, делать особо, скажем так, за пределами стало нечего. Вот, и я так подумал, что, и вот поэтому я так и подаю эту информацию, что это так действительно, на мой взгляд, вполне может статься реально, что вот коронавирус как таковой, я в конце буду еще говорить о тех переформатизациях, которые у нас, на мой взгляд, в общем-то, абсолютно реальные, и они грядут, вернее, они грядут, они уже есть в процессе, которые только проявляются по-разному в разных местах, вот, что я вот так думаю, что такое средство, как возможность разместиться через платформу Skyway Global Token после, или вернее, с момента открытия СТО, будет, скажем, очень, ну, ценная вещь тем, кто этого еще не понимает. Скорее всего, это так и будет. Вопрос только в том, как быстро это уложится со всеми юридикой и организационно-правовыми вопросами. Вот, с другой стороны, да, я действительно такого мнения использую все резервные ресурсы для того, чтобы, как бы, ну, постараться укрепить свой партнер. Портфель именно акций, которые, возможно, еще и сделать. Вот, поэтому я советую это и другим. Это не то, что я вот посидел потом, о, надо инвестиции, давай. А с другой стороны, я абсолютно согласен. Тут есть и корыстная цель, абсолютно корыстная цель. Ведь, ровно так, как я и любой из вас, кто вы здесь меня слушаете, большинство из вас, по крайней мере, я уверен в этом, являетесь сособственниками акций компании Евразия НРСК, это от первого, от Евразия НРСК до колдинга 3. А это значит, мы совладельцы, совладельцы акций будущего конгломерата, то есть будущей, будущей индустрии, мощнейшего предприятия. И, конечно, я сегодня заинтересован, чем интенсивнее, чем быстрее эта инвестиция пройдет, пройдет сертификация, то тем быстрее войдет проект в стадию или в фазу строительства. Понимаете? Ведь смотрите, что приносит фаза строительства. Если вы следили, а, скорее всего, вы следили за тем, что объяснял Анатолий Эдуардович на одном из своих интервью про то, как пришлось или появилась необходимость, который ни ухом, ни слухом не могли предположить, да и не имело смысла это делать беспредметно. А предметно получилось так, что в Объединенных Арабских Эмиратах металлоконструкции, которые используются для транспорта, они классифицируются как, вернее так, к ним подход должен быть осуществлен через стандарты для мостовых сооружений, мостов, мостов и переездов. А там совсем другие динамические нагрузки и так далее, и так далее. Посчитали, и получается, что если заходить с технологией сварных конструкций, то не обеспечивается, скажем так, требование по долговечности этих конструкций. Там есть свои требования стандартные. Вот. И от 50 до 100 лет. Чтобы обеспечить этот срок жизнедеятельности конструкции, пришлось сменить сварные. Там разные условия, не будем в детали вдаваться. Можно и сварным, но тогда надо все абсолютно иначе делать и много-много-много чего переделать. Так. Вот. Решили, что это надо делать с болтовыми соединениями конструкции. Вот. И причем найдено, как Анатолий Дарович, генеральный конструктор сказал, найдено очень интересное и правильное решение. По крайней мере, расчеты это показали. И я больше чем уверен, что и сертификация покажет, что это абсолютно нормальное решение. То есть, по ходу тоже приходится многое, что решать. Поэтому, значит, сейчас, чтобы довести технологию до ума и еще быстрее войти, это значит, я как инвестор, я как, значит, участник и совладелец стараюсь максимально поддержать проект. Поэтому я и радуюсь за это. То есть, это у каждого из нас свой, скажем, корыстный, в хорошем смысле этого слова, интерес. Так. Пойдемте, друзья, дальше. Теперь инструмент. Инструмент для инвестирования. Он не то, что не забыт, он забыт, не то, что забыт, а он пока мало используется, потому что, ну, здесь серьезные инвестиции от 10 тысяч долларов и до миллиона и выше. Вот. Это РЦГ, или Royal Capital Group Fund, который учрежден, значит, и является, и имеет все лицензии. Вот. На Каймановых островах имеет все лицензии, имеет административную, и администратор, это компания, которая лицензирована, может осуществлять различные операции. У него есть целый ряд преимуществ по сравнению с тем, с чем мы идем с вами с 2014 года. То есть, перевод прямо из банка. У нас это сильно затруднено. Мы имеем массу неприятностей, когда накапливаются маленькие переводы. Мы, если даже я бы или кто-то из вас пожелает больше трех тысяч проинвестировать или прокредитовать проект, правильнее сказать так, да, то это никак не сделает. Приходится двумя, тремя, четырьмя, а то и несколькими платежами накапливать эту сумму. А эта инвестиция, эта инвестиция, она имеет прямо возможность прямо из банка любую сумму, вот какая тут есть, проинвестировать. Да, процедура чуть-чуть длинненькая, она может занимать до месяца времени, потому что там должен быть проверен, скажем так, происхождение денег кредитора или инвестора. В данном случае это инвестор, человек действительно инвестирует в компанию, я сейчас покажу в какую, Royal Capital Group Fund, которая продает свои акции и покупает акции у Global Transport Investment. Причем покупает и Global Transport Investment акции, привилегированные акции, те самые акции, которые та компания вкладывала, не те, а такие же, какие вкладывала и в Global Transport Investment в учрежденные компании Евразии, Норелевская Виссион Холдинг. Но она покупает прямо под эти инвестиции, тем самым капитализирует инвестицию инвестора. Но об этом я еще вам расскажу. Платежи за акции из банка и прямо продавцу, понимаете, там без всяких платформ, без всяких посредников и так далее. Хотя фонд как бы принимает и продает свои акции, но закупает акции сразу напрямую у Global Transport Investment, его акции привилегированные. Но здесь есть одно но. Запрещено использование массовой рекламы. То есть эта компания не имеет права... Никого привлекать, кто бы начал ее массово рекламировать. То есть для этого, ну, скажем, надо использовать другие каналы. Еще ряд привлекательных условий для инвесторов там существует. Я о них сегодня не буду говорить. Это не моя задача. Моя задача сегодня вам просто сказать, что, друзья, поднимите голову от стола. Вот, и посмотрите, что есть такая возможность. И здесь, скорее всего, входит... Не скорее всего, а подготавливается и подготовлена уже основа для агентов-посредников на договорной основе, которые могут привлекать инвесторов. А этот агент будет посредником между фондом и инвестором. И такая система будет работать. Кто-то задаст мне вопрос. Ну, хорошо, если это агент с улицы, и он вообще ничего не знает. Да, он получит свое обучение, пакет рабочих материалов и документов. Так же, как любой страховой, например, агент. Хотя страховой агент – это другая история на всякий случай просто. Или, например, проще, лучше сказать так, страховой агент – он работает на компанию, которая имеет специальную лицензию на эту деятельность. А агент, например, посредник по продаже автомобилей. Пожалуйста, никаких там лицензий еще не надо. Он осваивает все параметры этой машины, продает пакеты, скажем, автомобилей или автомобили продает. Но он получает, у нас здесь получает человек, который становится агентом-посредником, пакет рабочих материалов и документов. И работает в связи с этим. Кто-то задаст вопрос. Ну, хорошо, а если я сейчас уже являюсь участником, являюсь партнером? Да, ничего страшного. Вы являетесь, работают правила, там работают до 150 тысяч, работают такие же правила от 10 тысяч до 150 тысяч. Работают такие же правила, как и, ну, скажем, при инвестициях в сети. Но просто механизм несколько другой, а все срабатывает. То есть, об этом будет еще отдельная речь. Но вот этот инструмент, очень важно его понимать. Здесь просто пройдусь еще инвестор. А инвестирует в РЦГ, прямо в РЦГ. РЦГ накапливает, их может здесь 10 инвесторов быть один, но каждый не менее 10 тысяч. Оплачивает пакет. На каждые 10 тысяч РЦГ закупает 520 акций из Global Transport Investment, привилегированных акций GTI. Согласно пакету 1.520. Там будут еще и другие пакеты, как бы, дополнены. И благодаря этому РЦГ, Royal Capital Group, заносит их в свое, регистрирует свои две акции на 10 тысяч. Две акции выдает инвестору. Причем, с другой стороны, как только накапливается, эта компания будет получать все дивиденды, ровно на столько, сколько у нее накапливается, накопится по 520, там или по сколько, все зависит от суммы. На это будет получать свои дивиденды, соответственно, она рассчитывается дивидендами со своими инвесторами. Причем, при определенных условиях, опять-таки, я от деталей не вдаюсь, это как преимущество, это инвестор от, там, зависит от наличия у него количества акций РЦГ, получает право или получит право при определенных условиях отменять акции РЦГ, если это ему интересно, на акции, которые, как бы, находятся в регистре. Здесь Global Transport Investment, то есть привилегированные акции. Ну, навряд ли им это будет интересно, потому что РЦГ при определенных условиях имеет право с укороченными различными процедурами выйти вообще на биржу, сделать свое IPO. Но это отдельная история, давайте сейчас об этом не говорить, и это не цель. Цель сейчас обеспечить GTI, продвижение, накопление средств или, ну, как бы, получение финансовых потоков для осуществления проекта 14-го и 15-го этапов. И даст Бог, на 15-м этапе у нас еще будет возможность это тоже инвестировать, но инвестировать, как вы понимаете, от 10 и выше 1000. И это очень важно. Так, что еще я бы хотел вам сказать. Смотрите, значит, мы об этом когда-то давно говорили, но повторение оно никогда не помешает. Видите, у меня здесь красненькой было помечено когда-то, что это надо повторить. И здесь, видите, даже название другое. Так, я этот слайд взял, специально не переделал его по ребрендингу, а взял из прошлого и показывал, что такое комплексное обеспечение. Ведь вся практика, которая показала, мы сейчас как на ладони видим, что происходит. Когда строилось в Экотехнопарке в Мариной Горке, это была одна история. То есть, все начиналось. Сейчас практически плацдарм строительства в Шарже является так называемой мини-моделью будущего производства. Понимаете? И она требует комплексного обеспечения. На каждом шагу генеральный конструктор и его партнеры утыкаются в то, что обеспечение кадрами. Смотрели интервью, что там показывали. Показывали, что нужны кадры. Люди приехали, им сделали помещение, где они остановились, где они живут, получили условия, питание и так далее. А они там работают. То есть, это только этот. Но любой проект требует обеспечения кадрами. Но кадры должны иметь определенные компетенции. То есть, и компетенции нужно иметь. Понимаете? Если это проектировщик, то компетенции проектировщик. Если это строители, то строительным. Если это монтажники, то это монтажными компетенциями. Читать документацию, переводить, расчеты вести, текущие расчеты и так далее, и так далее. Пользуются программным обеспечением. Еще масса других требований. Что нужно? Обеспечение информацией. То есть, полная информация должна быть. Движение этой информации. Это комплексное обеспечение. Обеспечение безопасности. Причем, безопасности как самих транспортных средств, транспортных структур, так и безопасности на строительной площадке. Так и безопасности информационной. Так и безопасности экономической, финансовой. Понимаете? То есть, это все есть обеспечение. Комплексное обеспечение. Иначе, я только одел каску и думаю, что безопасность обеспечена. Это не совсем так, друзья. Обеспечение ресурсосбережения. Почему нужно обеспечивать ресурсосбережение? В первую очередь, потому, чтобы оптимизировать капитальные затраты, связанные с проектом. С конкретным. Если взять проект в шарже, ресурсосбережение очень важно. Это абсолютно разные вещи, когда, допустим, хотя бы то, даже деревянное здание, которое там выстроено, павильон, значит, как он там называется. Ну, в общем, вы знаете, о чем я говорю. Презентационно-переговорный павильон, скажем так, из дерева. За 100 и 100 бревен или 150 бревен, понимаете, разница совсем другая. Это и есть ресурсосбережение. По-разному можно это делать. И любую другую вещь точно так же. Но когда мы переходим уже к конкретным строительным проектам, то там это вообще жизненно необходимо и очень экономически важно для нас и для всех акционеров, и для всех, кто в проекте участвует. Почему? Если или когда проект, себестоимость проекта за счет обеспечения ресурсосбережения оптимизируется, то есть не такая высокая, не 140, а 100 единиц, да, то это значит, что и окупаемость быстрее этого проекта. А если окупаемость проекта быстрее, что это значит? Это значит, что в конечном итоге прибыль или доход от этого проекта, от его как бы построенной транспортной структуры, пойдет быстрее, будет накапливаться сумма, из которой в конечном итоге рассчитывается прибыль, из которой, в свою очередь, выплачиваются дивиденды. То есть определяется сумма, которую Global Transport Investment будет выделять на привилегированные акции для оплаты дивидендов. Обеспечение надзора и качества из той же самой оперы, обеспечение подготовки и строительства по всему проекту. То есть все этапы должны быть подготовлены. Площадка подготовлена, механизмы подготовлены, все устройства, необходимые для натягивания струн, не важно, установки, отладки и так далее, все это должно быть, опять-таки, тоже все должно быть обеспечено. Ну и в конечном итоге, обеспечение финансирования предпроектной, проектной, любой стадии, стадии строительства, все это должно быть, ну и кроме того, по всем этим сферам должно быть обеспечено и развитие. Вот это называется комплексное обеспечение. И слава богу, все те сертификаты, которые сейчас имеет компания ЗАО «Струнные технологии», это сердцевина, которая осуществляет и производство регулирует, управляет им, которая осуществляет и управление, или скажем, обеспечение всеми вот этими направлениями для Global Transport Investment, она выполняет. Она имеет соответствующие стандарты европейского и мирового качества, это ICO 9000, 14000 и другие. То есть она сертифицирована и неформальна. И это мы все можем увидеть. Так, Экспо 2020 переносится, Кузнецов Виктор. Я еще не слышал, чтобы оно точно переносилось, по крайней мере, в интервью, даже, по-моему, тут партнер наш по инновационному центру не сказал этого. То есть они все рассчитываются, но куда оно будет переноситься, это другой вопрос. Зависит от того, как во времени. Сейчас не все уверены, что смогут подготовиться к нему из-за вот этих ограничений, которые есть. Только, может быть, поэтому перенесется. Может быть, еще пока я официального решения не слышал, не видел. Вот, следующее, дорогие друзья, что еще важно понять. Тоже старое, старое, но здесь более не удалось, я заменил, значит, в орибренингу логотип. Вот, что следует изменить и наработать еще. Это было два года назад, но она актуальна сегодня. Толковая юридическая структура, она постоянно требует решения. То есть она должна быть очень толковая. Почему? Например, правильно надо было организационно, юридически правильно сделать структуру, которая управляет процессом и всей вот этой токенизацией и блокчейн-платформой. Да, надо. В Шарджи. Тогда еще Шарджи не было, но правильно надо было там построить, чтобы там работать. Понимаете? Теперь показатели бухгалтерской и финансовой отчетности. Все, что касается зала струнной технологии, то есть где капитализируются средства, мы все это имеем как положено. И это, кстати, отметили еще почти уже два, да как бы не почти, два года назад в Польше прокуратуре, когда я, значит, имел удовольствие в кавычках беседовать с прокурором почти шесть часов, были показаны отчеты, то есть она сказала, да ну что вы говорите, у вас ничего нет. Я говорю, давайте сейчас зайдем посмотрим. Зашли прямо на сайт зала струнной технологии, там был аудиторский отчет, как бы предыдущего периода, какой он там был, он говорит, да, есть, все правильно. Все стыкуется с тем, что вы говорите. Плюс инвесторам, плюс инвестор, когда он заходит в проект, ему это надо и важно знать. Особенно, особенно, друзья, когда мы говорим сейчас здесь про Royal Capital Group, там администратор за этим очень важно следит. Во-первых, та компания сама должна показывать свое финансово-экономическое состояние, бухгалтерский отчетность, так и той компании, чьи, или вернее, то, через что капитализируются средства ее инвесторов. Далее, корпоративное поведение, кодекс. Очень много чего здесь надо будет сделать, но над этим тоже сейчас наши имиджмейкеры, так называемой международной словесности, они этим занимаются, чтобы первое, что нам сейчас самое необходимо, это выйти на СТО. Скажем так, 1 июля, раньше или чуть позже. Скорее всего, раньше, я бы сказал. Создание представления о компании. То же самое, из этой же самой истории. Эффективное производство, но об этом мы уже говорили. Эффективное производство, это когда все вовремя, все в том качестве, которым должно быть, без лишних перерасходов, без лишних операций, без лишних затрат ресурсов. То есть, сэкономия ресурсов. А что такое ресурсы? Это деньги, время, рабочая сила, материалы. Вот основные финансы, естественно. И перспектива бизнеса, то есть, четко должна представляться перспектива. В моем понимании сегодня перспективой что является? В первую очередь, дорогие друзья, это то, что мы видим, что есть, скажем так, портфель заказов. Портфель заказов. Кто-то скажет, ну ладно, ну покажите, где вы там что строите. Нет, дело в том, что там, где мы строим, там мы строим, и это можно посмотреть. Не буду повторяться. Но мне сегодня, как инвестору, как владельцу определенного портфеля акций, очень важно осознавать и понимать, что компания ведет целый ряд от 15 и более проектов на разных стадиях их готовности. Вот. И может быть, я не уверен, но у меня есть такое чувство, что есть проекты, о которых строительство уже начато, но мы еще и не знаем о них. Понимаете? По разным причинам. И узнаем об этом в определенное ближайшее время. Понимаете? И вот это и есть перспектива бизнеса. По крайней мере, я это так оцениваю. А это следует изменить или наработать? Это надо изменять постоянно в эту сторону. Я вам могу точно сказать, что за этот период, когда первый раз была эта схема показана, прошло достаточно много времени, но это все соблюдается и тоже нарабатывается постоянно. Причем нарабатывается уже не своим домашним умом, а с привлечением квалифицированных консультантов, которые сейчас работают. И как Анатолий Дуарович говорит, у меня, говорит, всегда перед глазами 52 ящичка, что надо выполнить, чтобы подготовиться и выйти на СТО, чтобы не споткнуться и не упереться лицом в стенку. Понимаете? В лучшем случае не разбив себе нос. Вот что очень важно сейчас понимать и учитывать. Просматривается Светлана. Он всегда просматривается, конечно. Она под этап следующий. Под этап просматривается. Я думаю так, что он бы уже произошел, но вот коронавирус немножко перепортил. Перепортил, не перепортил даже, я бы не сказал, что перепортил. Просто идет, как вы понимаете, идет перегруппировка сил и возможностей. Я бы это назвал так. И процесс подготовки СТО пошел быстрее, чем думали. И поэтому не стали спешить, как я понимаю. Я не уверен, но я так думаю, вот в моем представлении, что это повлияло немножко вот как бы на затяжку. Но под этап будет вот-вот-вот. Достаточно быстро. Так, следующее, что у нас тут еще есть? А, вот. Да и времени тут уже осталось мало. Значит, что, с чем я хотел с вами поделиться, дорогие друзья? Еще, очень важно. Возможно изменение в мире. Переформатизация. Я мог бы это вам не говорить. Значит, но я посчитал, что мы с вами находимся в одной лодке, как говорят эстонцы. Вот. И поэтому нам важно знать, что там мы увидим, когда мы причалим к берегу. Или куда мы едем. То есть, как меняется среда. Где туман, где ветер, где может быть течение более быстрое. Так и здесь вот эти, скажем так, индикаторы. Первый индикатор это финансы и валюты. То есть, неизбежен. Тут не надо быть каким-то сильным провидцем. Вот. Что, скорее всего, в ближайшее же время, это может быть и полугодие, это может быть и год, практически все, значит, финансы перейдут на криптовалютную основу. Будет несколько глобальных или основных систем, акцептированных во всем мире. И определенные, какое оставит, ну, несколько, скажем так, какое-то количество так называемых менее значимых или менее значительных систем, которые тоже помогут. Потому что все это надо запустить, а это не так просто. Другое, что очень важно здесь, финансовая и валютная система, отсюда выросли смарт-контракты. Это будет приниматься и использоваться как система, как правовая база вообще всех, скажем, вещественно-долговых взаимоотношений между людьми. Понимаете? Когда я, значит, сейчас смотрел, чем регулируется деятельность агентов, помните, там говорил, агент-посредник, да? Я смотрел, то ничем, кроме как, значит, законом, и это практически во всей Европе так, законом долгового права. А закон долгового права предполагает договор, в котором есть целый ряд пунктов, которые должны быть отмечены. Но ни один такой договор не гарантирует того, что его все правильно выполняют. А вот смарт-контракт, там, значит, уже ничего не сделаешь. Там, что написано будет здесь, то уже не вырубишь топором, понимаете? И это совсем другая система. Она будет общая, скажем, всеобщая, правильнее сказать так. Вот. И это будет правовая база. То есть правовая база финансово-валютных и имущественных операций меняется. Что будет, узнаем, когда это будет. Но этому надо быть готовыми. Переход ключевых позиций от банков и промышленных консорциумов. То есть промышленные консорциумы и банки до сих пор, скажем, делали погоду в мире финансов и имущественных взаимоотношений, до многого чего, да? Вот. Ворочали всем в мире. И фонды как-то стояли в стороне. Фонды. А теперь есть предположения и такой звоночке отовсюду идут. Для меня таким очень важным звонком было выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, когда он сказал, что деньги есть у нас. Мы не боимся сейчас всех тех расходов, которые грядут и сопутствуют борьбе с коронавирусом и последствиями. Вот. Потому что деньги есть в фондах. До сих пор сидели и не знали, как ими пользоваться. Потому что ограничений много было и у фондов были свои роли. И ни-ни, ни полграмма, никуда. Теперь фонды берут, возьмут, скорее всего, им это помогут законодательные органы, а это, значит, парламенты стран, а может быть, какое-то всеобщее мировое какое-то единое решение будет, чтобы им выдать совсем другие полномочия. Потому что денег в фондах очень-очень много. Причем это деньги, они имеют покрытие, как правило. Туда скопились деньги. Но одним вы спросите, ну хорошо, назовите какой-то пример. Один хороший пример, это так называемые пенсионные, значит, классические пенсионные фонды. Не те, которые создавались государством, а те, которые из года в год, десятилетиями, столетиями уже функционируют. Понимаете? И они не гонятся за прибылью, они всегда дают длинные деньги, то есть, такие деньги инвестируют, которые не рассчитаны на то, что быстрые проценты уже завтра, нет. Если окупаемость проекта там 10, 20, 25 лет, слава богу, деньги работают, им это важно. Причем, но важно, чтобы в надежном проекте. А как и делать эти самые надежные проекты? Пожалуйста, инфраструктурные проекты, друзья, дороги, новый вид транспорта, новая индустрия, инфраструктурная индустрия, это струнный транспорт со всеми своими структурами. Я так полагаю, что задекларировано или сказанное Юницким 20 миллионов километров, это только часть всего того, что придется и нужно будет сделать. Вот так по скромности, по своей обозначил 20 миллионов. Вот, поэтому фонды выйдут, скажем, сейчас, в ближайшее время выходят и будут одними из ведущих. Потому что, что сегодня происходило, я еще раз только на полшага вернусь обратно, как в фонтанце, две шаги направо, две шаги налево, три шаги налево. Что сегодня происходило, банки и промышленные предприятия, строительные предприятия, они между собой как бы нагнетали ситуацию. Одни должны были строить и должен был быть оборот, а другие выдавали дешевые кредиты. Через какое-то время происходил, пузырь лопался и таким образом от шага к шагу шли вперед. Все это уже закончилось. Все эти мыльные пузыри лопнули, те, что еще не лопнули, вот-вот лопнут, поэтому будьте внимательны, куда вы вкладывали или вкладываете или пытаетесь вложить деньги. Думайте об этом. Следующий переход на безналичные деньги, полный контроль за расходами и так далее. Дело в том, что Марье Петровне свою трехлитровую банку придется поставить и вот там уже, скажем так, наличные деньги скорее всего будут ну, скажем так, полулегальными, в какой-то момент они вообще уйдут с рынка, потребительского рынка их, понимаете? То есть безналичные деньги. Почему? Потому что нельзя будет ничего оплачивать деньгами. Уже сейчас, например, вот приезжал какое-то время назад, в начале марта, приезжал коллега из Финляндии, он удивился, когда, значит, пошел здесь банковский автомат, из банковского автомата, ему нужны были наличные деньги, и он спросил, сколько у вас тут банковский автомат дает? Я говорю, 750 евро можно за раз как бы вендить. У нас только 400, только 400 евро можно получить. Причем, скажем, государство разрабатывает правила выведения наличного расчета. Зачем это нужно? Для контроля, друзья, полный контроль за расходами, полный, причем, так называемое триггерное управление этими процессами, то есть, откуда-то кто-то может сказать, что вот так пойдет процесс. Поэтому это очень важно нам знать. Тотальная дигитализация и роботизация, искусство, интеллект входит. Это вообще бесспорно. Виртуальность будет преобладать физической мобильностью. То есть, чем мы с вами занимаемся? Чем сейчас, куда нас повернули лицом? Виртуальность. Физкультуру делают, или, скажем, даже я вот с супругой, мы тут в своей спортивной, маленькой как бы на устройстве делаем упражнения для фитнеса, которые ведет консультант, с которым мы сотрудничаем по определенным, мы подписались на определенную интересную программу 70+, и там достаточно интересные упражнения делаем, полезные такие, потому что я знаю толк в этом. Она ведет через вот через этот мобильник я все вижу, она видит, что мы делаем, и так далее. То есть, это как пример, я уже не говорю о том, что люди общаются, двадцатка собирается на экране, да, пожать руку нельзя, обняться нельзя, зато все остальное можно. То есть, сюда, рождение абсолютно новых индустриальных систем. Одна из них мы, не буду распространяться где. Вы можете найти в интернете много об этом нового. Кардинально иное отношение к имуществу и природным ресурсам. Здесь я хочу только отметить следующую вещь. К имуществу, значит, скорее всего, планетарное имущество будет, будет, скорее всего, переход на очень много как бы общественного или не общественного, а, значит, общего пользования имущества. Хотя она и сейчас примерно такой есть, но все равно структура другая. Я не буду сейчас сдаваться в подробности. Здесь будет много чего нового, но и основное будет по природным ресурсам. Почему по природным ресурсам? Потому что сегодня, пока мы живем и уходим или уже ушли практически из экономики потребительской, которая постоянно побуждала, еще побуждает, как по накатанным у нас, вот, переходим к разумной и эффективной, эффективному употреблению ресурсов, то и природные ресурсы, в первую очередь, это планетарные ресурсы, и они матушке земле принадрежат, и поэтому, если они нефть, допустим, или там, не важно что, под государством, например, Эстония, то, естественно, будет и так, что, значит, что когда уйдет, вернее, когда настанет вот как бы новая система, природное распределение используют, это будет планетарное имущество, а страна будет, сейчас, одну минутку, страна будет за это платить определенные, определенные, ну, как бы, что ли, ренту пользования, вот, и будут установлены соответствующие правила или условия этого использовать. Далее, регуляция природопользования заменит охранный подход, то есть, понимаете, вот, сегодня природа охрана, то есть, охраняем природу, охрана, от кого мы охраняем, от себя же охраняем, понимаете, то есть, как только мы говорим, что надо охранять, это значит, мы предполагаем, что есть воры, есть какие-то нарушители, вот мы стараемся какими-то законами, какими-то действиями охранять природу, природу не охранять надо, а правильно ею пользоваться изначально, это совершенно иначе поворачивает мозги, поворачивает все системы совершенно в другую сторону. Вот к чему мы, дорогие друзья, идем. Это надо понимать и учитывать. И на этом я бы хотел сегодня закончить, поблагодарить вас за внимание, пожелать вам устойчивости, настойчивости в соблюдении всех тех правил, тех стран, в которых вы находитесь. Ибо, несмотря на что, этот период и этот опыт мы должны получить, причем пройдя с наименьшими потерями. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, думайте о Скайвей, думайте о технологии, думайте о том проекте, но мало думать, нужно еще и действовать. Как действовать? Вы уже все грамотны. Желаю вам мудрости и всего самого доброго. До скорых встреч. Стой, Скайвей, спасай планету. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!